Why don't you tell him about the Three Blades? Oh, the Three Blades. Three Blades? What are the Three Blades? Часть моего прохождения. И, как вы уже могли заметить, я изменил формат игры. Я сократил размер экрана, но тем самым я вернул игре прежний формат 4х3, как он и был на самом деле на телевизоре. Так я сохраню ту истинную часть игры, которая настолько зацепила меня. Надеюсь, вы не сильно огорчитесь по поводу этих небольших черных полей, хотя, конечно, кому-то они покажутся довольно большими. Но все же, все же игра должна быть в первозданном виде. Итак, напомним, на чем мы остановились в первой части. Мы отправлялись в Дебуиту, дабы нам поспрашивать там у местных жителей, не видели ли они большую черную машину, в которой приехал Лэнди. Надеюсь, нам повезет. Но по пути я хочу заглянуть к нашей кошечке, посмотреть, как там котенок поживает. Интересно, Мегуми все еще там, с ним сидит. Может быть, кстати, в прошлой части, Мегуми нас попросила придумать имя для котенка. Может быть, сейчас нам удастся его назвать как-нибудь. Ага, вот она нам предлагает дать имя. Мими, Чиби, Тама или Сасуки. Ну, мне больше нравится Чиби. Давайте назовем его Чиби. Какие-то Чиби? О, я понимаю. После всего, она немного маленькая. Ты думаешь, что будет хорошо, называть ее Чиби, даже после того, что она все-таки взрослась? Ага. Чиби. Видимо, Чиби это что-то значит с японского малыш или что-то наподобие этого. Ну что же, мы дали котенку имя. А теперь отправляемся через Сакуругаоко в Добуиту. Добуит это уже более большой такой район, промышленный. Там у нас... Ну, не промышленный. Промышленный район у нас, конечно, порт будет. А Добуит это такой район, где в основном магазины, разные лавки, собственные дела там у японцев заведены. Парикмахерские и прочие. И там в основном протекает вся жизнь. Проходят всякие праздники и прочее. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Здесь мы видим каких-то школьниц. О, они уже, видимо, очень взрослые. И нас уже отправляют куда подальше, прям сразу. Неровнее мы, значит, им. Ну, ладно. Что же с вами поделать. Давайте спросим у торговца лавки Water Dragon. Акасака-сан. Привет, Рио. В тот день. Ты видел черный автомобиль? Черный автомобиль? Я слышал, что он пришел из Сакурака Ока и трогал через Добуита в полной скорости. Хм, я не знала. Я понимаю. Рио, почему бы ты попробуй спросить людей на шопинг-стрете? Может, кто-то увидел это там. Да. Ну что же, спросим. Действительно, у людей, которые находятся дальше, может быть, что-то полезное они нам скажут. Здесь у нас лавка бургеров есть. Давайте спросим у владельца. Акасака-сан. Акасака-сан. Здравствуйте. Что могу получить для тебя? У меня есть вопрос для тебя. Ты помнишь на день, когда снег изменился для лавки? Да, я помню. Ты видишь, что-то увидел черный автомобиль? Черный автомобиль? О, ой, это напоминает меня. Ты знаешь, что-то девушка в Ида Флорист, да? Ты понимаешь, Назоми? Да. Она шутка-сан, потому что-то черный автомобиль взлетел на нее. Я не знаю, что-то детали, но я не знаю. Я понимаю. Ага. Надо спросить у Назоми. Назоми работает в лавке цветов. Кстати говоря, Назоми очень доброжелательно с нами проявляет весьма неподдельную симпатию. Но Рио, видимо, пока не готов. Рио, у вас все осталось для тебя? Да. Если есть что-то, что я могу сделать, будь уверен, что я узнаю. Да. Да. Почему ты спросишь об этом автомобиле? Нет причины. До свидания. Рио? Хм? Счастливайся, пожалуйста. Да. До свидания. Ну что же, как видите, Рио не очень так пристально обращает внимание на довольно милый тон на Назоме. И она нам подсказывает, что мне нужно отправиться к Тому, который работает в своем фургончике «Продает хот-доги». Говорим с ним. Том. Эй, Рио! Том. Tell me о тех парам в бутылке в красном машине. Что? На Зоми уникала, что у вас есть слова со парам в бутылке в красном машине. Нет, нет. Я не помню. Они могут быть те милое, которые потихожили мой padre. Его дружище? Please try to think. Right, man. I'll try. Those guys in the black car? What were they like? I saw a guy wearing this weird coat. What kind of coat? It was a deep green. Maybe velvet or silk. Like something Chinese. That's Len D. What happened? They almost hit one of my customers, so I gave them a piece of my mind. But that man, he gave me this glare. I ain't never seen such a cold stare, man. Do you remember anything else? Nope. Try asking Chinese people about Chinese. Do you know any Chinese? Sorry, man. But see that travel agency over there? They get some Chinese customers. I'll ask around for you too, man. Come by later. Sure. Excuse me. What can I get for you? Hey, it's you. Who should I ask about people from China around here? See that Chinese restaurant? What? You mean the IGG? That's right. You know, the owner is from China. That's right. I'm sure. You have to be a good friend. Oh, he said. I can ask you to buy a restaurant down here. That's why I should ask your owner from the restaurant. Of these restaurants. It's here. The Habits being Hoku Hoku. Hoku Hoku Hoku? Hoku Hoku. Like… Oh, let's go in the store. The house. The house. The house. The house. The house. Минако-сан, кто лучший человек в городе, чтобы спросить о людях из Чины? У нас есть чинский ресторан только там, да? Если вы спросите там, может быть, они знают. Я понимаю. Все тут в основном знают. Долго нам ходить не приходится. Давайте что-нибудь купим. Я хочу купить молочка. Хочу купить, так, тут какие-то снеки. Вот, купим молочка. Это для нашего котенка. На обратном пути покормим вечером. Ё-о-о, могу я помочь тебе? Это. Ещё я хочу купить, что здесь есть. Что у нас здесь есть. Так, здесь у нас есть чипсы. Рыба же вот здесь. Рыбка, рыбка. Нет, рыбку нельзя купить. А вот сушёная рыба. 300 йен. Вот это круто. Какая себе. Дороговато. Давайте купим вот что. Фонарик у нас, кстати, уже есть. Зачем он нам нужен? Давайте возьмём лампочку, потому что будет один момент, где я очень хочу узнать, пригодится она мне или нет. Она стоит всего 90 йен. И может быть она нам пригодится именно в тот момент. Будет интересно узнать. Кстати, здесь можно также купить батарейки всякие, свечки и прочее. Всё это можно использовать. Также можно купить вот записи музыкальные, послушать их на плеере. Давайте какую-нибудь одну купим для пробы, хоть она и стоит 300 йен. Купим её. Выйдем на улицу, послушаем. Я помогу тебе? Да. Называется дерево. Делай тикет, пожалуйста. О! Можно остановить в любой момент. Ничего. Видимо, когда покупаешь вот так вот на 300 йен, то уже можно вытянуть приз какой-то. Кстати, об этом я забыл. Сейчас послушаем музычку. Которую мы купили. Так, мы возьмём... Где наш плеер? Это кассеты. У нас нет с собой плеера, да? Да, мы её, видите, можем, конечно, рассмотреть. Но... Ага. Плеера у нас нет. Плеера у нас нету. Так. Вот что меня интересует. Призовая банка. Что с ней можно сделать? Нет, это не то. Может быть... Может быть... Может быть, как раз отправиться в магазин и попробовать её применить? Ну, то есть, сдать как-то, получить приз за неё. Я, к сожалению, не помню. Так, сейчас попробуем. Так. Ага. Ага. А, билетик можно ещё один вытянуть за банку. Ну, давайте сейчас. Нет прайса. Тоже ничего, да что ж такое. Ну, ладно. Особенно, потому что ты купил мерчанин. Два билетика и всё ещё ничего. Ну, может быть, нам в следующий раз повезёт. Ладно, отправимся искать. Я думаю, сначала карту поищем. И по карте найдём нужный нам ресторанчик. Так. Где же у нас стать? Видите, уже немного вечереет. А, вот и карта наша. Отлично. Так, давай. Ага. Нам нужно аджичи. Аджичи, 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 аджичи. Так, тут аджичи нет. Кинотеатр здесь есть. Кинотеатр Якосуки. Так. Рыболовная лавка. Апартаменты. Парикмахер. Цветы Аиды. Мы здесь. А, вот, аджичи, чай низ. Нам нужно сейчас... Повернуть налево, а потом... То есть, направо, потом налево. Ага. Хорошо. Отправимся туда. Так, сюда. А потом налево. Так, 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 так. Где-то... Где-то здесь должен быть ресторан. А, вот, похоже, и он. Сейчас посмотрим. Это у нас китайский ресторан аджичи. С 10 до 9 вечера. Заходим. Надеюсь, встретит нас довольно тепло. О, приветствую вас, господа. Тао-сан. Да? Есть какие-то другие чиновские люди вокруг здесь? Почему ты хочешь узнать о других чиновских? Эм, ничего, правда. Это что-то связано с тем, что случилось с твоим отецом? Да. О, нет. О, нет все чиновские люди плохие. Я понимаю, что. Но единственное, что я имею, что они были чиновские. Пожалуйста. Есть ли что-то, что ты мне скажешь? Ты говоришь, что чиновские люди вокруг здесь? Но есть довольно много, чем раньше. Мы не знаем реально новички. Я понимаю. Почему ты не скажешь им о Три Блэдах? О, Три Блэдах. Три Блэдах? Три Блэдах. 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 Ну что же, нам дали очень полезные подсказки по поводу трех мечей. И мы пойдем сейчас разыскивать тех людей, которых нам подсказали. Портного, цирюльника или повара. Нет, ну повар-то вот, мы с ним сейчас встретились, конечно. Портной. Портной я знаю, где я видел. Портной, по-моему, простите за тавтологию, возле порта. Портной возле порта. Сейчас посмотрим, где... Или там цирюльник. Сейчас посмотрим. Еще раз карту. Вот здесь вот где-то... Табака, флауэрс. Вот, Барбар Моеда. Да, здесь еще игровая лавка находится. То есть нам нужно в конец. Портной, портной. Мясник. Вот еще один. Барбар Лью. Сейчас посмотрим. И портной вот патч из Мэри. Тоже здесь есть. Так, ну что же, отправимся туда. И это нам нужно дальше вниз по улице, уже к автобусной остановке. А между тем у нас уже почти 15 минут седьмого. И день близится к концу. Ну, я думаю, мы успеем до закрытия их лавок. Вот здесь у нас есть игровой магазинчик. Туда мы обязательно зайдем. Такс. Здесь у нас кто? Здесь у нас цветы. Нет, цветы мне неинтересны сейчас. Мне интересно... Вот это. Цирюльный Моеда закрыта. Никого нет? Стелноропы? А, она до шести. Мы опоздали. До шести вечера цирюльный Моеда работает. Ну что же. Здесь где-то должен быть еще... Пекарня Коминэ. Это нам тоже не подходит. Здесь должен быть так... Это мясник. Это одежка. А здесь у нас что? Это у нас... Подожди, подожди. Я хочу узнать, кто это. Это... С десяти до восьми. Ну ладно, давайте поговорим. Ам... Итои-сан, ты знаешь о трех блэдах? Кто сказал тебе о том, сын? Я слышал это от Тао-сан. Я вижу, я вижу. Это почему я искал чинизе людей, которые были в Трех блэдах. В этом случае... Я думаю, что ты можешь спросить Лиу-сан. Лиу-сан? Да, да. Оно на Барбаре. Я вижу. Но Итои-сан, как ты знаешь о Трех блэдах? Ага, вот как. Мне нужно спросить... Здесь парикмахерская Лиу. Она должна быть где-то здесь, потому что я... Я видел... Магазин оружия. Нет, магазин оружия совсем не то. Здесь агентство Глобал. Это же я его пропустил, что ли? Или оно уже закрылось, к сожалению? Может быть и то, и другое. Но это... Да, это пекарня. Я думаю, нам стоит вернуться еще раз к карте и свериться с ней. Хорошо, что здесь карты почти на каждом углу. Итак, мы видим... А, он портной. Мы зашли к нему как к портному. То есть, мне нужно зайти к парикмахеру Лиу, а он как раз находится на выходе с Акро Гаоку, то есть, как раз по пути домой. Ну что же, отправимся к нему. И, может быть, если мы не успели, то тогда уже отправимся домой. Надо ждать завтрашнего дня. И да, 7 часов. Наступил вечер. Об этом нам как бы намекает, показывает эта заставка. Так, здесь у нас что? Здесь вообще, по-моему, апартаменты какие-то. Здесь нет карты. Должна быть в начале карта. Парикмахерская Лиу. Ах, уже закрыта. Да, мы не успели. Она работает до... 7 вечера, что ли. С 10 до 7. It's closed. Да, мы чуть-чуть совсем опоздали. Буквально пару минут. Ну что же, раз наступил уже вечер, я думаю, нам стоит отправиться к дому, покормить котенка. И оставить это дело уже до следующего дня. О, здесь у нас кто-то. Кошечка, что ли? Ну-ка. Привет, киса. Она не активна, ладно. Настолько Шинми, так сказать, пышет своими возможностями и вариантами, что уже даже веришь, что можно к любой... к любой кошке или коту на улице подойти и что-нибудь случится. Что-нибудь произойдет. О, привет, парень. Я думал, ты здесь с котенком сидишь. Погладить? А, просто спросить. Осмотреть. Бедная киса лежит тут. Лапка у нее больная. Так, давайте накормим ее молочком. Где-то у нас вот молочко. Что, мы не можем дать молочка? Как же так? Нельзя дать. А как же? Так, очень странно. Как же накормить нам кису? Нельзя дать молочка. Хм, странно. Посмотрим, может здесь лежит немножко еды. Мы дадим ей. Нет, это Яманоси. Нам здесь не то. Я, кстати, не знаю, что это. Кто это Яманоси? Подожди, он спускается. Так, еще раз. Он вниз не хочет смотреть. Ха. Здесь ничего нету, к сожалению. Ну что же, нам... Возможно, стоило купить тогда рыбки. Раз с молочкой, не знаю, почему нельзя дать. Странно, мне казалось, можно. Давайте сходим домой. Может дома в холодильнике что найдем. Покормим котенка на ночь. Здесь можно, в принципе, часов до десяти гулять где-то. Какими-то делами заниматься. Осматривать город. А потом уже Рио скажет, что, ну, десять часов, мол, пора домой. И Ниссан будет волноваться. Так что Рио у нас примерный парень. Не заставляет волноваться старых женщин. И это правильно. Молодец. Ну что же, поговорим, может быть, с кем-нибудь вечером. Сначала зайдем, конечно, на кухню. Я хочу заглянуть в холодильник. Ну, это морозилка. Тут вряд ли что будет, конечно. А вот в основном, может, что-то... А, ну здесь... Здесь только бутылка с молочком. И все. Ну, удивительно. Теперь это можно отнести к котенку. Но... Что ж такое-то? Где же логика? Я же только что купил в магазине это молоко. А теперь он берет его из холодильника. Говорит, что можно отнести к котенку. Нет, ну это отлично, конечно, если он сейчас именно это и сделает. Пойдемте покормим уже, наконец. Может, этой бутылочкой молока у него накормят. Вот. Ну... Красивое освещение, конечно, сделано. И все время, как не играю в игру, удивляюсь, удивляюсь тому, насколько хорошо она сделана. Кстати, вы заметили, что, конечно, у побочных персонажей нету анимации губ. Зато у Рио есть полная анимация губ. И вот я не понимаю, почему ему нельзя дать молока. Видите, у нас нет. Кнопка А недоступна, только кнопка Б. Почему? Я не могу понять. Может быть, нужно... Может быть, нужно в этом меню? Нет, в этом меню нельзя. Не получается, к сожалению, у меня здесь. Как же мне дать молочка? Может быть, нужно было дать молочка, пока здесь Мегуми была? Она бы налила в это блюдце. А сейчас Рио сам ничего сделать не может. Вот такой вот он беспомощный у нас. Ну что же, не получилось у нас все-таки покормить котенка. Поэтому мы отправляемся домой. Ждать следующего дня. Когда мы уже сможем отправиться в парикмахерскую. И расспросить побольше о китайцах. Конечно, мы сейчас цепляемся просто за... За какие-то совсем уже неуловимые ниточки. Но мы все-таки должны вытянуть ту нужную. И распутать этот клубок. Сейчас попробую найти Ниссан. Где-то она должна быть в доме. А может быть, даже Фукусан здесь. Поговорить с ними. Ну, конечно, новостей у нас немного. Поэтому говорить я даже особо не о чем, скорее всего. Так, ну здесь у нас уборные. Хотя, по-моему, здесь вот слева комната и Ниссан. Находится. Может, я ошибаюсь. О, здесь мы нашли какое-то... Смотрю, здесь письмо какое-то. Давайте включим свет. И прочитаем его. Какое-то письмо. О, dear Рио. Следуй это через. Это что же? Отец, значит, знал, что скоро к нему придет Лэнди. И он написал нам это письмо. Да, вот это, конечно, неожиданно. Безусловно, это неожиданно. Всегда сохраняет чистоту своего ума. Не знаю, что у всех японцев или только вот здесь вот у Рио так. Но в доме лежат такие, ой, лежат, висят на стенах, конечно же, и в доджо самое главное, висят на стенах такие вот плакаты. Я не знаю, или как это у них называется. Давайте свет-то выключим. Мы же уходим. Так, это я еще раз письмо читаю. Пойдемте посмотрим еще дом дальше. Мы его, конечно, не весь с вами смотрели. Поэтому, я думаю, вам будет интересно. Это просто окно на улицу. Здесь ничего особенного. Здесь чья-то комната. Здесь у нас еще одни. Почитаем. Небеса, дракон, земля, товарищ. А вот это... Ха! Кстати, он не зря их снимает. Потом по игре это будет... Ха! Будет повторено. Причем уже с нахождением кое-чего. Небеса, дракон, земля, товарищ. Это будет очень важной фразой в нашем прохождении. Но после. Спички здесь лежат. Давайте возьмем спички. И... Я уж не знаю, это как-то алтарь или что-то. Я не очень хорошо знаком с религией. А мы здесь не можем ее использовать, к сожалению. Так, не туда, не туда. Семейный алтарь. Да, это семейный алтарь. Посмотрим, что в ящичках. Здесь у нас... Коробка свечей. Может быть, можно свечку поставить? Вот так вот интересно. У них в доме прямо семейный алтарь есть. Цветы. Что у нас внизу? Ну, здесь ничего. Так. Сейчас никак не могу попасть на ящики. Ага. Здесь тоже пусто. Я думаю, сейчас попробовать использовать на семейном алтаре либо свечки. Нет, здесь нельзя. Либо спички. Нет, нельзя. Ну что же, здесь ничего нельзя сделать. Зажечь благовоние у нас тоже не получается. Может, нельзя. Может, я что-то не так делаю. Но это, в принципе, не особо существенно. Так, а что у нас там? А, да ничего мы же. Мне показалось, что там есть поворот. Это у нас здесь клозет, так сказать. Кухня. Кстати, что это за дверь? Видимо, это просто кладовка некая. Да, Рио здесь, конечно, не кушает. Потребление пищи ему здесь не необходимо. Везде мы двери, конечно, пооставляли открытыми. А вот и Ини-сан. Поговоримся. Ини-сан. Что это? Ты знаешь, что ты барбер и салон? Это не выглядит, как ты нужна салон. Да, это правильно, но... Я думал, обменивать мою хастрюлю. Это так? Ну, я думаю, это не будет плохая идея. Я дам тебе несколько экстрасенсов денег tomorrow. Нет, спасибо, Ини-сан. Я достаточно. Ну, если ты скажешь так. Ну, врать, конечно, нехорошо, но Рио отказался от денег. Хотя бы, хотя бы это. Так, это мы из этой комнаты пришли. Так, сейчас мы тут все двери в доме пооткрываем и ляжемся спать. Итак, я сейчас закончу, так сказать, показ и осмотр дома. Это, а, да, это комната Фукусана, поговорим с ним. Фукусан, Рио Сан, попробуй домой позже, хорошо? Да. Ну, да, у него здесь постеры. Виртуа Файтер и еще кто-то, похоже на из Резидента что-то, может быть, или нет, не знаю. У него тут свинка копилка. Свинка копилка. А, все, он намекает, что нужно уже идти спать. Твой разум должен быть чист, как зеркало, гласит нам надпись. Ну, что же, уже полодинства действительно Рио хочет спать, так мы туда и отправляемся в нашу комнату. Ну, что же, мы отправляемся спать. Здесь, конечно, можно еще перед сном потренироваться, но уже поздно, поэтому ложимся спать. Надеюсь, вам всем понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok